17-я международная архитектурная биеннале стартовала в Венеции с новым участником – Узбекистаном. Великолепные павильоны и экспозицию «Махаля. Городская и сельская жизнь» торжественно открыли в венецианском арсенале 20 мая. В церемонии приняли участие представители узбекских властей. Наша выставка здесь посвящена «Махале» – уникальному архитектурному и социальному феномену, традиционному образу жизни общины в форме соседства и единицы местного управления. «Махаля» – это наша история. В то же время это важнейший аспект современной городской реальности. Сегодня мы можем сказать, что открываем Узбекистан заново, мы представляем нашу «Махалю». Это уникальный феномен, который присущ нашему народу. Это образ проживания, это образ жизни, образ поведения узбекских людей. В качестве дебютного проекта на биеннале Узбекистан выбрал то, что наиболее концентрировано и ярко отражает особенность традиционного уклада. «Махаля» – не только типичный узбекский квартал, но и знаковая для республики социокультурная концепция. Посетители павильона приглашены в типичный узбекский дом. Конструкция каркаса выполнена в натуральную величину из жёлтой трубчатой стали. Благодаря 3D-приложениям структура оживает, обеспечивая зрителю эффект погружения. «Благодаря «Махалле» мы узнали, что жизнь и архитектура идут рука об руку. Архитектура сама по себе не что, а жизнь нуждается в обрамлении. Ей нужны убежища, каркасы». Над реализацией проекта работали иностранные и узбекские мастера. Была привлечена молодёжь. Звукорежиссёр проекта Карлос Кассас и фотохудожник Бал Принцен привезли в Венецию звуковую атмосферу повседневной жизни узбекских кварталов. Через «Махалю» Узбекистан предлагает свой ответ на вопрос, заявленный темой биеннале «Как мы будем жить вместе?». Одна из важных составляющих проекта – образовательная. Как рассказала Гайне Умерова, в процессе работы с кураторами проекта Эммануэлем Кристом и Кристофом Гантенбейном они познакомились с талантливой молодёжью. «Для нас было очень важно открыть сознание студентов так, чтобы они смогли смотреть на вещи нестандартно. Это было сотрудничество, обмен энергией. Возможно, в будущем они смогут сообща реализовать несколько проектов. Они действительно могут учиться друг у друга». Многие узбекские махали неизбежно исчезнут. Жизнь не стоит на месте, меняются привычки людей, экономические реалии. Одна из задач этого проекта – задокументировать уникальные традиции жизни узбекского общества. «Я считаю, что это сильный подход – учиться на примерах прошлого, чтобы строить настоящее будущее. Проект прекрасен. Такой тип архитектуры пронизан человеческим видением. Он действительно рассказывает нам об особенностях образа жизни – и в плане жилья, как такового, и в плане уклада местных сообществ. Считаю, что проект актуален с точки зрения текущего временного момента и с точки зрения целей биеннале». Биеннале в Венеции курирует ливанский архитектор Хашим Саркис. В мероприятии участвуют 46 стран. Биеннале продлится до 21 ноября.